Татьяна, как давно вы не были дома и почему скучали больше всего? Ровно год я не была дома и я думаю, что по родным больше всего, по близким людям, друзьям, атмосфере такой домашней. А еде? А какая это еда? Я думаю, что в основном то, что готовит мама и бабушка, думаю, что борщ ходит в такое первое, занимает первое место. Не знаю, там может быть какая-то выпечка, блинчики. Вся домашняя еда, супы, какие-то вот голубцы, такое не распространено в Америке. В основном это фастфуд. На завтрак я обычно стараюсь есть кашу, может быть, иногда не завтракаю. В Америке в обед какой-нибудь рис, макароны, может быть, углеводов немножко. Иногда можно позволить себе там пиццу, еще что-нибудь, но не часто. Салаты обязательно. Олимпиада. Тот самый решающий заплыв. Проходил он в 5.30 утра по нашему времени. Мы все болели, переживали, вот у экранов. Чувствовали вот эту вот поддержку из Приднестровья? Да, я получала очень много сообщений, поддержки теплых слов от близких, родственников, друзей и вообще незнакомых мне людей. Понимаешь, что ты не только для себя это делаешь, но и для своей страны, но и для людей, которые за тебя болеют. Это бесценный опыт, это то, к чему каждый спортсмен, по сути, готовится всю свою жизнь. Были на Олимпиаде знаменитые пловцы, с которыми вы хотели увидеться, познакомиться, это удалось? Было очень много спортсменов, олимпийских чемпионов, например, Адам Питти, он многократный олимпийский чемпион на дистанции 100 метров брасом. Также других ребят, то есть там очень большая конкуренция, это Олимпиада, все звезды мирового плавания. Насколько это почетно стоять с ними на одном старте? Полуфинал Олимпиады, это очень престижно, я считаю. Сейчас как называется ваш университет и насколько он популярный? Я выбрала не очень популярный университет, потому что до этого я была в одном из самых лучших, самых быстрых университетов. Я поняла, что это тяжело, это очень тяжело, это очень много работы, это не то, что мы привыкли делать здесь. И может быть из-за этого у меня упал результат. И в университете Южной Каролины был Роберт, мой тренер, нынешний как бы американский тренер. Он с Румынии, и он знал меня с детства, как бы маленькую еще. И он мне предложил поступить в их университет, показал программу, сказал, что он лично будет меня тренировать. У него почти все интернациональные спортсмены тренируются, поэтому я согласилась и в конце концов не прогадала, как говорят. То есть оказалось, что действительно программа мне подходит, и тренер очень хороший, команда очень хорошая. Мы готовим мясо на гриле и там овощи, это очень вкусно. Вы все вместе собираетесь со студентами, с тем, с кем тренируетесь. А насколько у вас большая такая компания, насколько она дружная? В Америке у меня в команде почти 80 человек, это где-то половина мальчиков, половина девочек. Есть с Латвии, с Израиля очень много ребят, также с Бразилии, Сингапура. В общем, достаточно много, собраны почти без детства, всего света. Они для вас больше конкуренты или все-таки друзья? Я думаю, что в американском плавании больше друзья. То есть, естественно, что те люди, которые плавают со мной на одну дистанцию, они конкуренты. Плавание – это индивидуальный вид спорта, как мы привыкли называть. В Америке я считаю, что плавание – это командный вид спорта. Я думаю, что это из-за правил самого клуба. У них соревнования – это не то, что у нас там. Ты борешься, плывешь, тренируешься для того, чтобы выиграть для себя медаль. Может быть, для родных. Они тренируются и стараются выиграть медали для команды, чтобы принести очки команде. А вы на каком сейчас курсе? Я закончила третий курс. Ты выбираешь мейджор, свое направление, по которому ты будешь учиться. В моем случае это юрист. Я учусь на юристом. То есть вы половец юрист? Да. Все привыкли, что спортсменам не склонно быть юристами, учителями, еще кем-то. Но так получилось. Мне нравится, я хочу быть юристом. Это такой вызов обществу? Нет, у меня мама юрист. Как бы и здесь, перед тем, как улететь в Америку, я поступала тоже. Хотела поступить на юристский. Плавание. Как в вашей жизни появилось? Есть ли кто-то в семье пловцы? У меня дедушка был пловцом. Ну, не прям так долго, но он плавал. Также вы на юношеских олимпийских играх в Бунос-Айресте блистали. Да, в 2018-м я выигрывала юношеские олимпийские игры. Тогда это, конечно, был большой прорыв. Все мои медали находятся дома. Олимпийская медаль находится в шкатулке специальной. На самом деле у меня много есть значимых медалей, тяжелых, потому что я знаю, что они очень тяжело мне дались. Бывало такое, что мы проплывали 10 километров за тренировку, 9, 8. Таких тренировок за день три? Две на воде и зал. Как часто вас называли русалкой или, может быть, даже акулой водного спорта? Друзья и тренеры когда-то называли меня ракетой. Вы помните свой первый тренировок? Помню, что изначально, когда мы только учились плавать, мы плавали в маленьком бассейне с мячиками, нам накидали мячик. Называется лягушатник? Да, да, да. Мы должны были нырять за ним, с досточкой учили плавать, держаться на воде элементарно учили. Кстати, в вашем первом интервью для первого Пренестровского вы рассказали, что медали не важны. Это значит, что для меня, можно сказать, все, потому что это как бы моряк карьеры, я добиваю синих успехов, а медали — это главное. Сейчас, какие у вас приоритеты? Я все так же считаю, что медали, в принципе, не особо важны. Главное — это цель предоставишь. Предоставишь какие-то маленькие цели, как-то стараешься их преодолеть, осуществить, и потом наслаждаешься этим, что вот я смог, и дальше идешь так выше-выше. А вы знаете, что вы уже пример и кумир для очень многих юных спортсменов? Ну, да, я стараюсь. К вам подходили, брали автографы, может быть, хотели сфотографироваться? Да, вот сейчас мы выходим из Молдовы, тоже хотели сфотографироваться. Спрашивают иногда, какие-то вопросы задают. Это интересно. Насчет плавания, как там лучше плыть, что лучше сделать. Я всегда рада помочь. Как вы их наставляете, что рассказываете? В основном это девочки, конечно, они спрашивают, как лучше плыть по технике, купальник там одеть, какой лучше. Такие больше женские штучки? Ну, да, да, да. Есть такие подходят, они очень... Видно, что им летом по 10, они подходят, пожимают руку, желают успехов. Это очень мило. Потом перед стартами важными, вспоминать вот такие моменты приятные. Да, конечно, это всегда очень приятно, это как-то так радует, веселит, то есть это всегда греет. К чему вы сейчас так усилий на готовитесь? Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, который будет в Японии. Буквально осталось меньше месяца, то есть мы готовимся здесь. Сразу после чемпионата мира мы улетаем в Китай на университетские игры, универсиада, то есть будем выступать там. Будет ли хоть небольшой отдых в вашей спортивном графике? Например, чтобы вы успели сходить в Екатеринский парк или съездить на фестиваль в Бюдерскую крепость? Я думаю, что где-то дней 5, может быть, после универсиады. Может быть, чуть больше, неделя. А когда вы нас покидаете? Я улетаю в конце августа, где-то в 20-х числах. Какие будут дальше планы, какие цели спортивные? Ближайшие планы, это, конечно же, и постараться собираться на Олимпийские игры в Париж, что я должна буду сделать на чемпионате мира. Олимпийские медали – это такое, что-то похожее на мечту, но будем стараться сначала хотя бы просто достойно выступить и отобраться на будущие Олимпийские игры. Мы желаем вам вашу олимпийскую цель воплотить в реальность, также будем продолжать следить за вами, болеть, как и все принято в крови. Спасибо большое. Спасибо.